Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами переходим к главной части музыкальных итогов 2021 года — песни. В этом году я решил отказаться от топ-артистов и сделать именно три части итогов. То есть это альбомы, песни и итоги канала, в принципе, где я с вами обсуждаю, как этот год вообще прошел для канала, чем он запомнился и так далее. Почему песни важнее всего для меня лично? Потому что именно по песням я понимаю, насколько артист для меня важен в плане каких-то композиций. Можно выпустить альбом, из него будет всего лишь одна песня, которая мне приглянется, но эта песня может быть настолько хорошей и близкой мне, то есть она может настолько сильно мне понравиться и запасть куда-то ко мне там сердечко в душу, да, что она может стать просто песней года. И вот как поступать? Альбом вроде бы мне не понравился, но одна лишь песня способна этого артиста уже поставить очень высоко в музыкальном плане. Именно поэтому песни решают многое, не альбомы. Для меня решают песни. Но альбомы тоже как бы немаловажно, просто вот тут именно чаша весов у меня на песнях перевешивает. Сразу ставлю дисклеймер, что этот топ, он абсолютно нерациональный, абсолютно такой, знаете, индивидуальный, супер субъективный, потому что я здесь опираюсь на свое восприятие, на личные какие-то ощущения от песен. Не ранжирую их, не выбираю как критик, как какой-то там музыкальный обзорщик, который слушал музыку для того, чтобы ее именно потом ранжировать, чтобы оценить вклад в культу, новизну или просто удачный какой-то, может быть, где-то продакшн. Где-то какие-то супер успешные треки, где-то взять во внимание хитовость композиции, где-то их влияние на музыкальную индустрию года в целом. Здесь просто я, я, который слушал музыку весь год, и песни, которые мне больше всего запали, с которыми у меня может быть больше всего ассоциации. Это может быть читерство, но это эмоциональное читерство, тут я как бы ни с чем, ну, ничем не могу помочь. Вот какие песни мне понравились больше всего, какие запали в душу и какие я считаю лучшими в этом году, я их вам и назову. Я посмотрел свои предыдущие итоги, они дико затянуты, в этот раз я постараюсь кратенько. Во всяком случае, про первую двадцатку, может быть, посмотрим, как будет. Ну и кусочки треков я тоже постараюсь оставить, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Тридцатое место. Anne-Marie, Better Not Together. Anne-Marie выпустила в этом году свой второй, по-моему, студийный альбом, который является довольно-таки легким по своему звучанию, очень, знаете, где-то игривым, где-то, может быть, меланхоличным. Но в основном его название Therapy, оно позволяет понять, о чем этот альбом на самом деле. Треки действительно очень легкие в своем восприятии и помогают тебе как-то пережить какие-то моменты. И этот трек особенно легкий. Очень воздушный, стремительный, при этом говорит о грустной теме, что нам лучше не быть вместе, нам лучше порознь. Двадцать девятое место. Churches, Good Girls. Со своим новым альбомом Screen Violence Churches привнесли в мой плейлист какую-то новую волну синтепопа. При этом не одним этим треком мы едины, но именно вот какой-то такой вайп у них в треках, который заставляет тебя просто жить. Я не знаю, мне очень нравится именно вот синтепоповская вот эта вот фишка, что все звучит очень ярко, даже если этот трек очень грустный, как, допустим, Not To Drown, да? How Not To Drown у них с этого альбома. Либо как He Said She Said, между которым и как раз-таки вот Good Girls, я и думал, какой поставить. Но в итоге решил именно Good Girls, потому что мне это показалось более близко по звучанию, может быть, немного по тексту, и эмоции я получаю от него больше. Двадцать восьмое место. Kanye West, No Child Left Behind. Богоподобный трек. Я не знаю, как это описать, но когда его слушаешь, ощущение, как будто ты возвышаешься на небеса. И как раз-таки репрезентация Kanye, которую он создал для этого трека на своих прослушиваниях Донда, да, на стадионах, полностью олицетворяет и показывает мое видение. Это очень уникальное чувство, когда ты, не смотрев эту трансляцию с самого начала, слушаешь трек и испытываешь ровно то, что потом увидишь, когда посмотришь, как это все проходило. У меня мурашки и реально какие-то слезы накатывают. Этот трек просто восхитителен. Двадцать седьмое место. Алисия Карра, Шейпшифтер. Алисия умеет писать и социальные песни, и поп-песни, что она доказала как раз-таки на этом альбоме тоже, который вышел в этом году. Но именно Шейпшифтер раскрыл ее с такой, какой-то, знаете, элегантной стороны. Опять же, это джаз, и клип там, и обложка, все сходится, все сочетается. И очень красивое настроение, очень роскошное, я бы сказал, да? Поэтому в эту осень вписалась эта композиция идеально. И поэтому она у меня на двадцать седьмом месте. Двадцать шестое место. Макс Барских и Зиверт. Бестселлер. Это первая из двух композиций русскоязычного производства, скажем так, да? Причем она не на русском, но все-таки. Которая в этом топе засветится. Трек Бестселлер я решил выделить как одну из лучших поп-композиций, как мне кажется, в этом году. Именно с точки зрения русского поп-пространства. Да, я знаю, что она, возможно, вторичная, что там как бы и вроде сэмпл какой-то задействован, или это очень похоже на какую-то русскую песню старую, которую я тоже знаю. При этом это типичнейший радиохит, но ничего я не могу с собой поделать. Ну, нравятся мне радиохиты. И типичные в особенности. 25 место. Селена Гомес, Раубо-Алехандро, Байло, Конмиго. Может быть, Ревеласьон и не является каким-то выдающимся EP-альбомом, да, который заигрывает по-новому и раскрывает по-другому латиноамериканскую сторону Селены, и при этом, в принципе, преподносят нам как-то по-другому латиноамериканскую музыку. Нет, он использует клишированные приемы, но именно в Байло, Конмиго все звучит максимально сочно. Я считаю этот трек лучшим с этого EP и один из лучших в этом году именно с латиноамериканской музыки. Учитывая, что он попал еще и в мой топ, это многое значит. Дико кайфую с этого трека, латиноамериканская музыка, вот в данном случае Селены Гомес, очень идет. 24 место. Эшнико и Принцесс Нокия Сламбер Пари. Открытием для меня явилась на самом деле Эшнико или Эшнико в этом году, и она могла бы быть в открытиях года, если бы такие итоги я не убрал. Это очень яркий артист, который смешивает и хип-хоп, и дерзость, при этом она острана язык и не стесняется в выражениях. Но вот это вот именно, вот это вот спайси, какая-то у нее перчинка внутри есть, и она позволяет ей играть с такими тематиками, как, допустим, в Сламбер Пари, да, и ее крутые хиты по типу Дейзи, по типу Крайс Граймс, да, очень крутые, сочные, просто набивные, вот такое ощущение, как будто ты идешь кому-то разбивать рожу, а дальше в Сламбер Пари ты уже кувыркаешься с кем-то на диване. Блин, очень сочный трек, отличный. 23 место. Артик и Асти, лампочки. Вот и второй трек российского производства, который у меня в топе в этом году затесался. И не помню, были ли Артикасти в прошлом топе, по-моему, нет. Но хочу сказать, что этот трек, опять же, типичный Артикасти, который на данный момент распались, к сожалению или к счастью, но цепляет вот что-то внутри, вот что-то есть, что цепляет. И этот трек я заслушивал очень много в свое время, и продолжаю его слушать, потому что, не знаю, не могу и не хочу думать о том, что это просто какая-то попса. Если вам нравится трек, вы его слушаете, и вам доставляет это удовольствие, кто вам запретит? 22 место. Джастин Бибер, Самбари. Альбом Джастис вполне мог бы побороться за топ-10 альбомного чарта моего, да, альбомных итогов. Но, к сожалению, он полон филеров, которые я не хочу включать, когда понимаю, что альбом Джастина Бибера, он из них вот состоит наполовину, потому что вторая половина альбома очень крутая. Мощные поп-бенгеры, те же самые Pitches, те же самые, допустим, Any One, который вышел в начале этого года, и многие уже поспешили сказать, что вот, прошлый год начался с Ями, и все пошло по пизде, в этом году год начался с Any One. Но я хочу сказать, чтобы они все закрыли рты, потому что Any One тоже крутой. И еще крутые там треки есть. И Lonely, и Die For You, и с Кидлороем тоже удачный трек. То есть альбом Джастис перевернул моем представлении о Джастине и стал моим любимым альбомом. И несмотря на это, именно трек Самбари я хочу выделить как очень легкий и стремительный, опять же, по типу Bare Not Together у нас тут было, да, с Энн Мари. Вот такое настроение мне Самбари от Джастина дарит, и я очень это ценю. 21 место. Willow и Трэвис Баркер Transparent Soul. Мой саундтрек для финальной схватки с боссом, по мнению Спотифая. Вообще, Willow с этим как раз-таки треком оказалась довольно прорывной в этом музыкальном году. Я видел ее и в чартах. По-моему, ее не номинировали на Грэмми, да? Но я не знаю, не могу утверждать. Но вот этот вот рок-вайб, да, опять же, когда мы говорим о Авриле Лавин, между прочим, на этом альбоме Lately I Feel Everything, да, он тоже есть. Веют таким классным духом бунтарства, какой-то молодости, какими-то двухтысячными, да, вот именно нулевыми. И это не может не подкупать, когда ты слушаешь такую музыку. Видите ее в 2021 году и слушайте ее в 2021 году. Ощущается совершенно по-другому. 20 место. Marina. Flowers. Marina и ее Ancient Dreams in a Modern Land могли, в принципе, тоже побороться за топ-10 альбомных итогов. Но, к сожалению, я не нашел в нем достаточного потенциала, чтобы тэво включить. Хотя он мог бы быть на 11-й строчке, в принципе. Почему же выделил именно этот трейд? Да, потому что именно во Flowers Marina, ну вообще, на этом альбоме Marina, в принципе, воскрешает себя ту, которую все полюбили, да, дерзкую. И вот тут мы получаем как бы реинкарнацию вот этого персонажа, который не боится как-то прибегнуть к каким-то метафорам, обличать общество и при этом быть лиричным. Этот альбом тоже делится на две части и лучшая песня из этой части это Flowers. Баллада «Чистейшая Марина», вот которую я очень сильно люблю. Поэтому она здесь. Девятнадцатое место. Дуа Липа «If I Rained Me». Я уже говорил в прошлых итогах, что эта песня могла бы быть чуть ли не в десятке, если бы она была релизнута в том году. И, о боги, она релизнута в этом, она вышла официально, слава богу. Правда, без норманий, из-за чего потеряла какую-то долю своей привлекательности для меня, но не убавила в хитовость. И теперь я могу полноправно включить ее в этот топ. 18 место. «Адель» «Love is a Game». Альбом «Адель» мне не показался достаточно хорошим или достаточно, может быть, близким. Может, я его еще не прочувствовал для того, чтобы, может быть, как-то рассуждать о том, читать ли его одним из лучших альбомов года или нет. Но, тем не менее, вот одну песню я точно смогу из него выделить, и это «Love is a Game». Чего стоит только последняя пятая минута, извините, это просто шикарно. Соул, раскатистый такой вокал, да, который просто простирается на много миль вперед, потому что «Адель» умеет им пользоваться. И главное, этот трек полностью позитивный от и до. И то, как это сделано по-классически песня, мне очень нравится. Я получаю просто колоссальные какие-то эмоции от этого. Именно вот, не знаю, тепло на душе у меня. 17 место. Эд Ширен «Bad Habits». Я не раз говорил, что Эд Ширен попадет в мой итог, и именно с этой песней. Несмотря на то, что это типичнейший радиохит, сделанный именно для того, чтобы быть популярным на радио, и он популярен на радио, я все равно считаю, что это одна из лучших песен года, особенно в поп-категории, потому что сделать радиохит тоже нужно уметь. И пока все там, многие, вернее, в комментариях говорят о том, какой Эд Ширен плохой, какой он вообще скучный, недостойный музыкант, я все равно считаю его одним из лучших представителей мужской, да, именно вот поп-эстрады, несмотря на то, что альбом «Иквоз» для меня является самым слабым его альбомом. Bad Habits рвал все и вся, и у меня с ним есть еще и дополнительные ассоциации, которые помогают этому треку забраться выше в этом топе. Лана Дел Рей «Йосемити». Я долго думал, какую композицию из кем-трейлов Ланы поместить в этот топ, и пришел к мнению, что именно «Йосемити» для меня является самой, я не знаю, личной что ли, при этом она не успела для меня как-то, знаете, какие-то ассоциации мне навеять, она не успела пройти со мной через какие-то жизненные ситуации, о которых она бы мне потом напоминала, да, но она все равно чувствуется как нечто очень личное, понимаете, причем с грустной стороны личное, она наполнена просто огромным количеством воздуха, пространства, при этом вот эти вот оттенки тоски, они совершенно по-другому заставляют взглянуть на эту песню. Я не знаю, что тут можно еще сказать, но эта песня потрясающая, любимая с альбома, и это 16 место. 15 место. Биби Рекса Empty. Вот тут могу сказать так. В реакции было очень четко показано, почему эта песня для меня является лучшей с альбома, да, ну, может быть, не совсем лучшей, но выделил я ее здесь по ряду причин, в частности, потому что она очень большой вклад сделала, в том числе и в мою эмоциональную стабильность, особенно в период того, когда я писал диплом, и это очень ярко коррелировало с моими эмоциями, когда ты понимаешь, что ты вот снова на дне нихуя не делаешь, там, да, грубо говоря, и вот как-то вроде начинает мотивация появляться, и вроде бы все, а потом ты понимаешь, почему я заставляю чувствовать себя просто шумным, почему я делаю это с собой. Текст полностью relatable, поэтому эта песня для меня очень важна, ну, естественно, музыкальная составляющая и аранжировка сделаны крайне умно. 14 место. Леди Гага и Дориан Электро реплей Дориан Электро ремикс. Короче говоря, почему это здесь? Потому что Дориан Электро воскресил... так, я не помню, какой у него гендер, поэтому не кричите. Воскресил для меня единственную песню, единственную песню с хроматики, на которой у меня не стоит сердечко. И теперь эта песня для меня является почти что любимой с дауну хроматика. То есть, вы понимаете, если бы эта песня была бы именно в таком виде на оригинальной хроматике, возможно, все было бы по-другому. Я, конечно, не могу здесь не упомянуть и ремикс на Sign From Above, который просто отвал пиздец, особенно в конце, да? И много других ремиксов. Но вот именно по значимости решил выделить именно Дориана Электро за то, что смог все-таки сделать этот реплей для меня треком, который я хочу включать. 13 место. Оливия Родриго. Трейтор. Очевидный выбор, на самом деле, но эта баллада является для меня очень символичной, поэтому она здесь. Я мог бы выбрать и I Hope You're Okay, да? И, может быть, даже Good For You, очень прорывную композицию. Но выбрал Трейтор именно из-за ассоциации и значимости. Ну и плюс ко всему, это очень классическая для данного альбома песня. В общем, Трейтор для меня является одним из самых топовых треков с этого альбома, поэтому здесь он не случайно. Простая лирика, простая аранжировка, но цепляет. Этого достаточно. Ну, а если учитывать, что у нас с вами есть еще и лирическая какая-то подоплека, возможно, личная значимость, которая здесь будет играть очень большую роль дальше, и, в принципе, играет очень большую роль, да, у меня в топах, то тут все становится на свои места, и поэтому здесь тринадцатое место. Удивлен, что здесь не Тейлор Свифт. Двенадцатое место. Камила Кабео. Don't go yet. Вот здесь уже переизобретение жанра латинской поп-музыки. Я могу сказать так, она еще не выпустила свой альбом, она только готовит, заготовочки делает, да, там еще какой-то сингл вышел, который мне тоже понравился. Но этот трек уже стал для меня одним из главных на альбоме, потому что он является таким, знаете, очень, очень заряженный такой трек. То есть вы понимаете, что я хочу сказать, потому что нельзя усидеть на месте, когда он включается. Бесконечная энергия, солнечная, яркая, потрясающая Камила, и здесь у нас ее корни приобретают какую-то, какую-то новую интерпретацию, да, вот эти вот кубинские, вот это так далее, все. Яркий трек, много раз поднимал мне настроение, поэтому он на 12 месте. 11 место. Taylor Swift, Write Where You Left Me. Решил не включать в итоге ни переиздания, да, вернее, перезаписи альбому Fearless и Red, ни треки с них, несмотря на то, что некоторые даже были не слышаны не только мной, а вообще всеми. Но все-таки повод включить в эти итоги Taylor Swift у меня есть. Это далек создания Эвермора, которая вышла аккурат в первой неделе января. То есть, грубо говоря, прям вот в точку попала, вот порог перешагнула, Эвермор у нас остался в 2020-м, а в 2021-м у нас уже есть плюс две новые песни, и одна из них меня просто покорила. Лика потрясающая. И вроде бы, опять же, Simple Production, вроде бы какой-то и голос не сильно выдающийся, да, на этой композиции. Но это шедевр. Это реальный шедевр. Вот мы и подобрались к десятке. Очень крепкой десятке, опять же, как я говорил на итогах, да, с альбомами, очень крепкая пятерка, тут у нас очень крепкая десятка, и на десятом месте у нас Конан Грей, Телепат. Конан Грей не перестает меня удивлять своим потенциалом, потому что этот человек, думаю, очень большой... Блин. Трек за треком, он доказывает, что он не просто клепает треки, он их не клепает, он каждому треку дает индивидуальность. У него уже вышло четыре сингла, и все эти четыре сингла отличаются друг от друга, при этом они вместе вкладываются в очень крепкий альбом, который я жду до безумия. И трек Телепат это просто взрыв, это просто звезды в глазах, это вот, знаете, как будто из груди вот так вот луч бьет светом, и ты чувствуешь, как ты наполняешь вообще вот это все окружение вокруг себя, да, именно вот такими вот эмоциями, очень пробивными, яркими, я бы даже сказал, ярчайшими. Прекрасный образец идеального поп-трека. Девятое место. Кейси Масгрейвс Justified. Долго думал еще и над Кейси Масгрейвс, потому что ее альбом показал охеренные результаты для меня, и я считаю его одним из лучших альбомов этого года. Но вот, когда дело дошло до песни, которую нужно седьмой выбрать, а у меня в этом году вроде как действует правило, что на одного артиста один трек, то я начал задаваться вопросом, что же это должно быть. И вот Justified по своей летней атмосфере, стремительной, когда вот клип, если посмотреть, там тоже Кейси Масгрейвс едет у нас в машине через разные периоды, и мы видим, как она проживает что-то. То есть, очень тоже эмоционал роллокостер, как я люблю говорить, и поэтому эта песня, мне кажется, самая запоминающаяся. Возможно, она не сильно показывается выдающей какой-то, но для меня она почему-то стала очень особенной. Восьмое место. Dodja Cat и The Weeknd You're Right. На этом треке Dodja Cat и Weeknd принесли нам просто на блюдечке образец идеальной R&B-композиции. Я давно не слышал такого четкого R&B, который удовлетворял бы мою потребность в этом жанре. В 2018 году я в 2017-м, в 2018-м и немного в 2019-м я просто в запой слушал R&B и забирал себе новых исполнителей, новые имена, какие-то альбомы. И при этом иногда мне хватало, но я именно в этом треке в этом году услышал все, что мне нужно от R&B. Потрясающий трек, потрясающая Dodja. Weeknd тоже отлично вписался, особенно с тематикой текста, песни, ее смысла. И вот это опять же космическая атмосфера, очень томная, интимная. Идеально. Вот я считаю этот трек один из лучших с Planet Her и естественно один из лучших в этом году. Dodja Cat очень хорошо постаралась. Седьмое место. Холзи. Honey. Еще один трек, над которым я долго думал, потому что не знал, что выбрать из этого альбома. Там очень много сильных композиций. Но я посчитал, что именно Honey олицетворяет тот драйв, который Холзи приносит со своим альбомом. По большей степени он темный, по большей степени он мрачный даже, я бы сказал, да? То есть он не то чтобы угрюмый, но он разговаривает о каких-то в какой-то мере даже страшных вещах, при этом затрагивая темы, которые, под которые, казалось бы, не потанцуешь, но Ханни все перевернула. Это тот самый поп-рок, который преследовал нас на протяжении всего года с Willow, с Good For You от Оливии Родриги, да, еще, может быть, где-нибудь там Pale Waves выпускали и так далее. Но вот этот драйв, который пошел на этом треке, я считаю лучшим. Все того поп-рока, который был в этом году, это верхушка. Шестое место. Да и миловато. The Way You Don't Look At Me. Самая прослушиваемая... Бл***ь. Моя самая прослушиваемая песня в 2021 году и абсолютно не зря. Конечно, она короткая, она очень такая приятная, ненапряжная, и ее можно включить на репит и не заметить, как прошел весь день с ней в ушах. Но здесь она не поэтому. Я почувствовал в ней, знаете, что-то родное. Когда ее слушаю, я чувствую, как будто меня что-то обнимает. Альбом, в принципе, направлен на какую-то самотерапию, саморефлексию. Я об этом говорил в итоге, поэтому он у меня тоже занял довольно высокую позицию. Но именно этот трек мне показался самым выдающимся в плане рефлексии и в плане какого-то обращения не только к самому себе, но и к окружающим, в частности, к своему, может быть, партнеру и так далее. И, может быть, с этой стороны мне трек и не близок, но его текст, его посыл, его звучание пробили во мне какую-то совершенно новую стену и загипнотизировали. Я не мог его выключить. Один из моих любимых треков да и миловато теперь. Пятое место. The Kid Leroy и Miley Cyrus Without You ремикс. Технически этот трек я услышал в 20-м году. Но то, что сделал Leroy, а именно пригласил на него Miley Cyrus и они спели его вместе, я когда узнал вообще про эту новость, я просто охуел. Потому что на тот момент Without You трек, да и в принципе сам Leroy, он поднимался очень сильно у меня. То есть я его слушал в запой, я очень сильно погружен был в его музыку и мне очень нравилось то, что он делает. И этот трек просто не мог не стать одним из самых моих любимых в этом году. Miley Cyrus естественно умножила эмоции от прослушивания мной этого трека раза в три, поэтому на пятом месте он здесь абсолютно заслужен. Четвертое место The Weeknd Ариана Гранде Save Your Tears ремикс Ой, помимо атаки ремиксов, да, на мой топ-5, я смеюсь еще и потому, что этот трек, а именно реакция на него, была очень неоднозначной и мне даже, по-моему, там пару лестных комментариев написали, вернее, не лестных, о том, что я ни хера не понимаю, что я ничего не услышал, это шедевр. Послушайте, если честно, действительно, вот это тот самый момент, когда я готов сказать вам, если вам трек не понравился с самого начала, это ничего не значит. По крайней мере, в моем случае, когда я очень долго бывает прихожу к трекам, которые могут быть моими любимыми за всю карьеру артистов, но которые сначала могли мне даже не понравиться. Не скрою, что этот трек обрел огромную популярность у меня в определенный период этого года и стал чуть ли не гимном этого года, из-за чего я хотел поставить его на первое место, но буквально в последний момент передумал. Мега сильные ассоциации с ним и, наверное, из-за них как раз-таки он находится в топ-10. Тем не менее, факты фактами. И трек очень крутой. Ариана Гранде принесла в него вокал, который я хотел от этого трека услышать. Поэтому я считаю, что ремикс очень удачный и беру свои слова из реакции назад. Третье место Билли Айлиш Мэйл Фэнтези. Кажется, я могу это произнести. В этом году я не слышал ничего прекраснее, чем этот трек. Вы знаете, очень редко бывает такое ощущение, когда ты слушаешь какую-то композицию и тебя накатывают не просто мурашки, а слезы от восторга и от того, насколько это красиво. У меня бывает от переизбытка эмоций много раз я могу на разных треках зареветь, заплакать, может просто слезинку пустить. Для меня это норма, потому что я чувствую музыку на другом уровне немного, не на фоне, как-то ее проигрываю, а именно вслушиваюсь и у меня бывает такое, что неподдельные эмоции. Я не могу совладать собой и у меня бывает такое, что глаза на мокром месте и так далее. И когда я слушаю Мэйл Фэнтези и этот ангельский голос, этот тончайший вокал Билли, который просто я никогда не слышал Билли, чтобы она пела так прекрасно. Я не знаю, я понимаю, что у многих Happier Than Ever трек года и понятно почему и начало Happier Than Ever мне тоже нравится. Вторая половина мне тоже очень нравится. Но это не идет ни в какое сравнение с Мэйл Фэнтези. И сравнивать их на самом деле глупо, поэтому я не собираюсь это делать. Просто я хочу сказать, что Мэйл Фэнтези для меня самый прекрасный трек, самый благозвучный, который я слышал в этом году. Билли Айлиш проделала просто максимально прекрасную работу со своим вокалом и у меня уже заканчивается эпитет. Я не могу долго хвалить этот трек, но могу сказать, что он один из самых лучших в этом году. Это что-то вообще райское. Я не знаю, как это описать. второе место. Лорд, Биг Стар. Тут мог бы быть спокойно Stone and the Nails Лонг. Говорится, тут могла быть ваша реклама. Но трек Биг Стар еще на реакции показался мне непростым. И я так и думал. На самом деле, этот трек не про какого-то человека и так далее, насколько я знаю. Он про домашнее животное, про собаку Лорд. И когда я полностью понял, почему этот трек существует и о чем он и так далее, как он был написан, о чем он повествует и какие эмоции в него Лорд вкладывала, параллели нарисовались тут же. А я безумно обожаю своих домашних животных, в частности. Одно, скажем так, домашнее животное, которое, я надеюсь, очень скоро потискаю, когда приеду домой. Но, тем не менее, композиция безумно красивая. Да, Мэйл Фэнтези, которая сейчас была, да, она самая, такая, скажем так, благозвучная, которую я слышал. Но в каком-то смысле Лорд ей даже и не уступает. Просто они немного в разных категориях. У Лорд больше текст, спокойствие. Знаете, очень интересно, что эта песня как хамелеон. Бывает, что когда я ее слушаю, я ощущаю очень тяжелое настроение и мне, знаете, даже вздохи тяжело даются под нее. А бывает такое, что я ее слушаю и ощущение, как будто я уже на подступе к какому-то концу, что, знаете, типа, как будто это завершение очень хорошего фильма. Многогранная композиция, при этом полностью какая-то, знаете, простая до безумия. Но это что-то гениальное. Ну и первое место и звание «Песня года», да, «Песня 2021 года» у меня занимает «Lil Nas X Sun Goes Down». Не знаю, как так вот кратенько описать почему. Давайте скажу так. Это гимн. Начнем с того, что в тексте очень много вещей, которые меня зацепили. В частности, его обращение к самому себе, к тому, что не переживай, скоро все наладится, все еще будет нормально, что параллели к тому, как он станел Ники, я начинаю проводить параллели со своим каким-то, да, увлечением Гагой. Особенно, если мы заглянем в какой-то бородатый, может быть, 2011-2012 год, который был для меня очень непростой именно с точки зрения подросткового созревания, вот это вот, когда очень много буллинга было и вот всякие вот эти моменты, да, которые Лил Нас тоже вспоминает и повествует нам об этом и в песне, и в клипе. Плюс, меланхоличная, благозвучная композиция и мы получаем песню года. Может быть, Лил Нас и не порадовал меня со своим альбомом, во всяком случае, не во всех его проявлениях, потому что там есть очень красивая композиция Am I Dreaming с Мэлли Сайрус, есть забивные символы Монтера, That's What I Want, да, и так далее. Но именно Sun Goes Down является его вершиной и я считаю, это для себя любимой песней Лил Наса, ничего лучше он еще не делал с лирической точки зрения, да, с музыкальной, понятное дело, бенгеры сравнивают с этим глупо, но так или иначе, Sun Goes Down для меня песня 2021 года. Несмотря на то, что это было Галопом по Европам, получилось, я так понимаю, не сильно кратенько, но это итоги, что поделать, тут можно и попиздеть, собственно. Сложите свой топ песен 2021 года, если вы такой составляли в комментариях, но мы увидимся с вами в следующих итогах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok